Доброго воскресного дня! Желает вам команда проекта Декоративные страсти. Как обычно, мы с вами встречаемся по воскресеньям и говорим о том, как можно оформить свое жилое пространство прибегнуть к помощи профессионального дизайнера. Сегодня с нами работает Вера Декцарева. Она поможет нашему участнику Марату в оформлении его холла. Вот мы в этом году построили дом. Теперь хотим как-то его сделать хороший красивый ремонт дома. Ну и тоже, чтобы классика была, ничего лишнего. Можно минимализм даже. Ну такую мы сдержанную классику будем, да, имейте в виду тогда? Да. То есть, я смотрю, у вас начальная отделка уже началась? Да, да, получистовая отделка есть у нас. По цветам вы уже тоже, я смотрю, практически определились, потому что если светлый пол, то примерно, значит, светлый будет интерьер полностью. Да, точно, точно так и будет. Как театр начинается с вешалки, так и дом с холлом. Прихожая лицо хозяев дома, поэтому участник Марат выбрал именно эту комнату для дизайнера. Холл у нас достаточно просторный. Я так понимаю, вы хотите зонировать две зоны, входную часть и полностью холл. Как вы себе сами представляете, вам сюда нужно побольше мебели, либо совсем меньше сделать? Да, лучше поменьше будет такая мебель, да, чтобы было просторнее. Поэтому мы... Больше освещения добавить. Я вам предложила бы сделать хорошую большую люстру здесь повесить, потому что очень пространство хорошее. Вот. И, но так как двери все закрыты, окон нету, мы здесь, наверное, поставим более такое активное освещение. Работа над оформлением холла не всегда легкая, ввиду того, что нет целостных стен в каждый дверной проем. Дизайнеру придется продумать расстановку мебели и общее оформление стен, включая декор. Какие вы предполагаете сделать потолки? Ну, потолки будут натяжные, матового цвета хотим. Тоже без лишних. Там просто натяжные потолки матовые. Ну, в принципе, я ваш такой посыл поняла, чтобы было все светло, просторно, больше освещения, ну и так все сдержано. Мы до сих пор не вот решаем, не знаем, как будет лучше. Вот холодный калидор сделать, чтобы не дуло, и тепло, и красиво вот нам надо. Как можно вот придумать? Ну, я бы, наверное, в вашем варианте предложила бы, конечно, зонировать прихожую, да, входную часть от самого холла, вот. Но мы сделаем какие-то перегородки обязательно, и, наверное, здесь будут очень вписываться хорошие, большие распашные двери, чтобы можно было зайти и начинать прихожую с приема гостей. Да, можно так придумать, сделать. Ну, вроде объяснили, поняли друг друга, будем ждать вас с нетерпением вашего решения. Ну, я постараюсь сделать вам дизайн, чтобы понравился. Если вы желаете стать участником нашего проекта, звоните, мы обязательно откликнемся. Номер телефона, по которому вы можете с нами связаться, указан в нижней части вашего экрана. Ну, а мы, в свою очередь, дизайнером Веры Диктыревой отправляемся в салон Евросвет и присмотрим осветительный прибор для сегодняшнего проекта. Вместе с Верой мы находимся в салоне Евросвет, и, как всегда, здесь большой и интересный выбор. Мы сегодня работаем над современной классикой, и осветительных приборов у нас должно быть и несколько, судя по вашему разговору. Запрос был о том, что мы зонируем этот холл, и холл немножечко такой вытянутой формы, поэтому, мне кажется, нужно будет при входе повесить одну люстру небольшую, потом еще одну люстру небольшую, и уже в самом холле прям такую огромную, грандиозную люстру мы вот как выбрали. Она будет вообще замечательно, шикарно смотреться, и даст и простор, и свободу, и света много, когда хочет наш заказчик. Поэтому, мне кажется, эта люстра будет вообще просто замечательный выбор. Тонированное стекло. Все под золото, она, в принципе, соответствует всем запросам и всем направлениям нашей современной классики. Вроде бы все так красиво, но в то же время очень сдержанно, без лишней помпезности. Помпезность у нас будет проявляться в другом, да, то есть в любом случае этот стиль, он не явная классика, все-таки более современная, поэтому, я думаю, что должно быть что-то такое современное, красивое, в принципе, торжественное должно быть. Именно то самое, да, что мы, потому что холл – это лицо всего дома, лицо хозяев, и поэтому... Должен быть красивый, торжественный и со вкусом. Он таким получится, потому что над визуализацией будет работать профессиональный дизайнер Вера Дегтярева. Люстра – это важный элемент любого интерьера, который играет не только функциональную, но и декоративную роль. Она придает помещению особую атмосферу, комфорта и уюта, наполняет светом и блеском. Первые люстры появились еще в IV веке Византии, где стали использовать подвесные светильники. Уже тогда мастера стремились создать максимально красивые люстры, используя для этого камень, бронзу, дерево, следу. Они придумывали все более оригинальные и необычные варианты люстр, придавали им замысловатые формы. Со временем стали появляться изысканные кованые, хрустальные, многоярусные люстры со множеством свечей, позолотой, серебром, эмалью. Конечно, они могли украшать только дворцовые залы. Сегодня красивые люстры украшают и наши дома. Понятие красоты весьма индивидуально, поэтому здесь многое зависит от ваших вкусов и выбранного стиля интерьера. Одни без ума от экзотических, причудливых люстр, другие предпочитают эксклюзивные дизайнерские модели. Третьи выбирают креативные, яркие люстры абстрактных форм. Сегодня мы говорим об освещении в прихожей. Уровень освещенности прихожей должен соответствовать уровню освещенности соседних помещений, как в дневное, так и в вечернее время. В холле предпочтителен яркий, но не слепящий свет. Это позволит избежать удара по глазам при входе в квартиру и при входе в смежную комнату. В качестве общего освещения лучше выбрать светильники с матовыми плафонами, которые дают приятный глазу рассеянный свет. Можно использовать как люстры для прихожей, так и настенные источники света на кронштейнах, позволяющие регулировать направление светового потока. По возможности постарайтесь расставить смысловые акценты. Самым освещенным местом в прихожей должна быть входная зона. Дополнительная подсветка не помешает и в гостиную. Выделяясь на фоне остальных комнат, она будет приглашать человека войти. Вход в спальню и другие комнаты не стоит подчеркивать светом. Играйте со светом, подчеркните достоинства вашей прихожей. Чтобы сделать дополнительные акценты на декоративных элементах, к примеру, колоннах, арках, вазах, картинах, фотографиях, используются точечные источники света или напольные лампы с направленным вверх светом, также настенные светильники БРА. В салоне «Элитстрой» это бывший магазин «Курлэс», который находится напротив гипермаркетадина. Вы можете выбрать все для обустройства своего дома. Мы сейчас вместе с дизайнером Верой Дегтяревой тут берем обои для сегодняшнего проекта, который будет выполнен в классическом стиле для нашего участника Марата. В салоне «Элитстрой» это бывший магазин «Курлэс», мы выбрали обои. Выбор здесь достаточно велик. То, что необходимо нам, мы присмотрели. И дизайнер Вера Дегтярева сейчас объяснит свой выбор. Да, у меня здесь немножечко такой резонанс в выборе наступил. Мне нравятся как бы два основных абсолютно, причем они очень разные. По своему и внешнему виду, и цветовой гамме, фактуры обоев. Этот вариант, он такой более восточный, более такой прям колоритный рисунок. Такими с турецкими огурцами, да, что такое имитация? Золото. Золото, да. Для классики самое то. Очень красивые. Ну, в принципе, обои классные. И вот такое вот к нему светленькое сочетание мы сделаем. Вот такое вот, да? Да, компаньон, да, они будут компаньон. То есть это будет основной тон, это дальше уже где-то вставками. И второй вариант более такой голубой, насыщенный. Слушай, ну действительно, очень разные направления. Они очень разные, потому что здесь уже нету никакого такого восточного направления. Такой уже классический вариант обои. И к нему, ну немножечко такой вот потемнее компаньон уже будет, да. Ну тоже, тоже смотрится очень... Очень классно. Да, очень красиво. Я думаю, что в общем фоне, да, то есть на этой площади будет смотреться благородно и интересно. Да, единственное, я пока, конечно, не решила, в каком плане я их буду сочетать. Но мне кажется, в ходе реализации уже самого проекта, как бы тут уже будет видно, да, каким обоим отдать предпочтение. Ну и, в принципе, самим заказчикам будет, да, интересно повыбирать. Конечно. Этот вариант оставят, либо если понравится, такой вот более торжественный, да, более такой праздничный. А этот более сдержанный, ну, тоже имеет место быть, да. Ну, посмотрим, что нам предложит дизайнер, а пока программа наша продолжается. Пока дизайн-проект прорабатывается, я хочу познакомить вас с замечательной командой степ-идеи в лице Гаухар и Родины, которые специально для вас проведут небольшой мастер-класс. Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Вас приветствует Творческий союз города Активеста. По идее, мы вам сегодня представляем интересный декор для вашего интерьера в стиле Энди Уорхола «Шилкография». Первым шилкографию применил Энди Уорхол, знаменитый художник, американский художник. Это было в начале 20 века, и первая работа его была всем известная «Мэрлин Монро». В данной работе мы хотели показать образ девушки-казашки, которая могла бы смотреться также в стиле поп-арт в интерьере. Возможно, среди любителей города есть те, кто ценит такое творчество, и это будет неплохо смотреться в интерьере. Весной этого года мы с Гаухар организовали нашу первую выставку под названием «Тюльпан». И ко мне пришла идея выполнить вот такие вот, скажем, незаурядные, интересные открытки. Я вдохновилась местными красавицами и решила поэкспериментировать и поискать образы. Образы вышли мультяшные, интересные, сохраняя самобытность. Даже если считается, что национальная тема заезженная, то мы ее решили выразить более современным языком. Мы выполняем эти работы на ткани. Мы решили остановиться на натуральных тканях, которые легко доступны. И эта техника также доступна всем людям, которые хотели бы попробовать шелкографию. Сегодня мастер-класс мы напомним по шелкографии. Мы вам сейчас объясним. Вот такая вот формочка металлическая, можно из дерева, обтягивается шелком, и поэтому она называется шелкография. На нее наносится эмульсия, фотоэмульсия, просвечивается под 220 ватт определенный рисунок, и получаются вот такие вот трафареты. Трафарет авторский, автором является художник Родина. И также этим трафаретом можно, ну то есть этот рисунок может исполнить любой, а шелкографию можно заказать. Поэтому мы сказали, что это очень доступное удовольствие, поэтому вы можете сами нарисовать рисунок, заказать эмульсию и сделать вот то, что сейчас мы вам покажем. Давайте мы вам сейчас продемонстрируем, как это происходит. Гаухар разводит акриловую краску по ткани. Смешивает ее с замедлителем высыхания, который замедляет высыхание краски. Если мы его не используем, он забьет эту формочку, и на последующее ее использование она не будет хорошо отпечатываться. То есть вот эти вот детали все, они очень важны. Данная формочка, она, срок годности у нее год. Один год, и то есть можно на целый год отпечатать все, что годно. Она очень чувствительна к солнцу, поэтому ее необходимо хранить в темном месте, желательно в специальном изготовленном в чекле. Это называется ракель. Его используют либо при ремонте дома, когда клеят обои, либо есть еще специальный ракель, но мы его, к сожалению, еще не успели достать. Поэтому подовольствуемся тем, что есть. Я беру, нажимаю на ракель слегка, гаухар придавливает формочку, чтобы максимальная плотность была. Я прижимаю краску и под давлением наношу краску на саму формочку. Я потихонечку поднимаю формочку. Гаухар смотрит с краю, готова или нет. Вставляем наш рисунок в рамочку. Как выполнены были предыдущие две. Спутницы нашей девушки. Эту шелкографию можно повесить на стене или в полке каким-нибудь образом. Можно, например, вот в форме лестницы или же вот так, или в прямой линии. И сделать рамки абсолютно разные. Разного цвета. Вот смотрите, подойдет для интерьера, где преоблюдает цвет Tiffany или розовый цвет, или оранжевый цвет. Также очень... Вообще они будут смотреться в любом интерьере именно современном. Используя такую технику, можно дизайнерски оформить, к примеру, сумку, либо применить этот принт в одежде. Я напоминаю, сегодня мы прорабатываем визуализацию холла. Работа дизайнера Веры Дегтярева готова. И мы с удовольствием ее представим. Но прежде напомним, какие задачи стояли перед дизайнером. Как сказал наш участник Марат, в оформлении будущего интерьера столкнулись с такой проблемой, как уютно и функционально оформить холл. Со всеми остальными комнатами постараются справиться своими силами. А вот для красивой прихожей нужен дизайнер. По пожеланию нашего участника, холл должен быть красивый и торжественный. Дизайнер Вера Дегтярева поделила холл на две зоны. Первая часть – это входная группа, здесь шкаф для одежды и удобный пол. Пол выложен керамической плиткой, стены оформлены декоративным кирпичом. Следующая часть комнаты представлена красивым холлом. Общий фон стен – кофейный. Декор оформлен обоями в рамках и зеркальной вставкой. Из мебели – самый минимум. Именно так хотел наш участник Марат. Пол светлый, он уже есть в наличии, двери, соответственно, тоже светлые. Центральное освещение дизайнер предлагает именно в таком варианте – классическая люстра в золотом исполнении. Ее мы присмотрели в салоне «Евросвет». Для более яркого освещения добавлены точечные светильники на потолке и бра на стенах. Холл получился просторный, светлый, уютный и элегантный. Именно об этом просил наш участник Марат. Благодарим за работу дизайнера Веру Дегтяреву. Редактор субтитров А.Семкин Осень – это не только пора, когда хочется обернуться в клет и читать интересную книгу. Осень – это пора творить, создавать что-то, придумывать и, конечно же, обновлять свой интерес. Проект «Декоративные страсти» вам в помощь. Обращайтесь, команда профессиональных дизайнеров вам поможет. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Тепла и уюта вашему дому. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!